Так, начинаем присоединяться, мои дорогие друзья, это вторая часть, эфир слетел, не по моей вине, запись постаралась сохранить, если сохранилось наше счастье, если нет, ну уж нет. Вот такой вот интернет. Вернее, не интернет, а в ВК. Это ВК так шалит. Интернет ругать не надо. Интернет у меня хороший. Ну давайте подождем, сейчас люди присоединятся к трансляции и продолжим дальше. Вы меня слышите, да? Если не слышите, не видите, пишите, что висим, чтобы я видела. Хотя я сама себя тоже слежу на экране. Ох, давайте потратим еще время, подождем, когда люди присоединятся. Всем здравствуйте, у меня есть возможность еще раз с вами поздороваться. Всем привет. Слышно и видно. Спасибо, Валентина. Отлично. Сейчас начнем вторую часть. Первую часть я уже повторять не буду. Вторую часть мы сейчас с вами начинаем. На таком важном этапе все слетело. Ох, ты не знаешь, как быть и на каких платформах еще вещать. Очень хочется в прямом эфире, чтобы вы могли, имели возможность задавать интересующие вас вопросы. Ирина Химей пишет. Интересно-то как? Ирина, ну хоть немножко что-то понятно? Еще раз здравствуйте, Виолетта. И вам здравствуйте. А рассчитывать будем кокетку? Нет, Ирина, рассчитывать кокетку не будем, потому что это в часовом видео сделать невозможно. Нет, не будем. Кто хочет кокетки, выбирайте себе авторов и идите на платные курсы. Можете на бесплатные смотреть, ищите информацию в бесплатных доступе. Здесь у нас нет возможности рассчитать. Это сложно. Это не часовое видео будет. Слышно, не видно? А что, вообще ничего не видно? Вот у меня. Олечка, все понятно, как всегда. Спасибо, Татьяна. Волнуюсь всегда. Всегда мне тяжело это все дается, эти уроки, так сказать, потому что хочется достучаться до каждого, чтобы каждый понял. И понимаю, что это невозможно сделать, но все-таки стараюсь. Спасибо большое, девочки, всем. Так, сколько у нас человек собралось? Еще 49, было больше. Давайте еще немножечко подождем. Может быть, люди еще подойдут. Здравствуйте, здравствуйте. Всем здравствуйте. Уже вторая часть у нас, первая часть у нас эфир слетел. Кто не был, повторяю. Еще немножечко подождем. Но вот пока по первой части, девочки, вопросы есть. То, что я объяснила, все понятно. Если есть вопросы, можете задать. Я вам отвечу на них сейчас. Сейчас, повторюсь, мы с вами начинаем определять, как рассчитать вот эту окружность. Пока понятно, пишет Ирина Архипова. Отлично. Присоединяйтесь. Столько времени тратится зря, когда у нас летают эфиры. Это обидно. Время сейчас дорогого стоит. Ну, вынуждены. Вынуждены тратить. Ну, что, ждем людей. Сейчас люди. А если себя обмерить с руками? Это я об этом еще тоже буду говорить. Да, можно обмерить себя с руками. Если вы будете обмерять... Ну, то есть, для того, чтобы вот замерить вот эту окружность, при замере себя с руками, нужно руки поставить чуть ниже бедер. На бедра или чуть ниже бедер. И чтобы второй человек в районе вашего... В районе вашей высоты кокетки вас измерил. Одной точно не получится. Надежда Тарасова, не расстраивайтесь. Вы хорошо все объясняете. Спасибо большое. И замерить вот это расстояние. Оно у меня метр пятьдесят равняется всегда. И это я точно уже знаю. Я себя сто раз замеряла. Хотя здесь оно может быть плюс-минус больше-меньше. В зависимости от того, какую свободу облегания я беру на изделие. Вот. Здесь же все-таки вот от этого мы тоже пляшем. То есть, вы замерите, как бы сказать, анатомическую вот эту вот обхват. Обхват вашей... Вас, себя. Ну, в принципе, если плюс десять процентов прибавить вот к этому обхвату, то может получиться плюс-минус. Не знаю. Надо смотреть. Я по-разному делаю. Иногда себя замеряю. Иногда вот по формулам. Итак. Ну все. Шестьдесят два человека. Больше ждать не будем. Начинаем вторую часть. Повторюсь. Для тех, кто присоединился впервые. Сейчас мы рассматриваем, во-первых, круглую кокетку. Мы рассмотрели... Как это сказать? Разделение изделия круглой кокетки на разные части. Мы поняли, что круглая кокетка – это усеченный конус. Вот он, усеченный конус. И плюс три цилиндра – это два рукава, два маленьких цилиндрика, и один цилиндрик – это наше тело. Именно цилиндр. Да? Эллипс даже. Как он называется-то у нас? Не цилиндр ведь. Что за фигура у нас, в основании которой является эллипс? Я забыла. Ну ладно. Неважно. В общем, здесь у нас эллипсы. И руки, и тело. Ну, будем их цилиндрами называть. Пусть будет так, грубо. Так. Для того, чтобы нам узнать вот эту нашу обхват, я сказала вам, что здесь нужно вбрать вот эту окружность. Эта окружность у нас получается обхват груди плюс свобода облегания. У меня обхват груди 100 сантиметров плюс 10. Получается 110 сантиметров у меня в обхвате. Дальше рукав в обхвате у меня со свободой облегания 40 сантиметров пусть будет. И с другой стороны тоже 40 сантиметров пусть будет. То есть здесь по рукавам я всегда рекомендую, как это сказать, есть модели фэшн, другие модели, которые неординарные. А вот стандартные модели я всегда рекомендую вам свободу облегания брать, что по телу, такую же брать и по рукам. Это вот такое маленькое отклонение, маленький нюанс. То есть если вы на тело брали свободу облегания 10%, то когда вы будете замерять обхват руки, туда тоже прицеплять, прибавлять 10%. Ну это вот ремарка такая. Так. Чему же у нас равна вот эта вот вся штука? 110 плюс, вот 110, плюс 40 и плюс 40. Но нужно отнять из этого всего, как я вам уже сказала, где сказала, вот 110, вот рука 40, вот вторая рука 40. Но у нас есть подмышка. Вот у меня ширина моей подмышки, вот если я руку опущу к телу, прижму, у меня 11 сантиметров. Линейки, которые я не увижу, когда вот моя подмышка, вот я стою, вот подмышку прижала линейку, вот. И вот с этой стороны у меня линейку не видно, и вот здесь я вот так вот беру и смотрю, вот, и вытаскиваю. О, у меня 11 сантиметров. Моя подмышка, все, что спрятано рукой. Вот моя ширина руки, пытаюсь вам объяснить. И вот, вот мое тело, вот моя грудь условно, а вот это моя толщина тела. И вот подмышку, когда руку прижимаю, туда линейку засунули, вот так вот линейку пальчиком держите и смотрите, сколько сантиметров. У меня ровно 11, как правило. Татьяна Воробьева, я отвечу попозже на ваш вопрос. У вас насчет круглой кокетки, вам ее возможно встроить, вам нужно делать условия. Давайте сейчас 2 секунды, потому что боюсь потом... Вы видите, да, у меня цилиндр, вот так вот кокетка идет. У вас кокетка будет идти... Так, как же мне... Сейчас нарисую. 2 секунды, девочки, оторвемся от темы, потому что забуду потом ответить. Ваша кокетка будет идти вот так. Вот так. И потом вот так. Вот. И вот ваша кокетка. Прямые плечи. Условно. Поняли, да? То есть у вас она будет более вот так. То есть сначала вы какую-то часть, ну половину кокетки будете быстро-быстро наращивать темп, петли добавлять. А потом ваш замедлится ритм. То есть реже начнете прибавлять петли. Вот ваш ритм. На широкие плечи. На прямые плечи. Так, дальше. Давайте сюда еще раз запишу. 110 плюс 40 и плюс 40. Отсюда от всего, чтобы найти вот эту общую часть. Вот она, общая вот эта часть. Вот она, общая часть. Мы видим, что вот это вот у нас прижимается подмышкой нашей. Прижимается. Прижимается вот у нас обхват груди. И в обхват груди входят две подмышки. Значит, минус 11 и минус 11. Вот. А обхват груди круг. 11 сантиметров с этой стороны входит и 11 с этой. Потом мы с вами замерили одну руку полностью 40. А в нее тоже входят вот эти 11 сантиметров. Значит, отнимаем еще 11. И отнимаем со второй руки тоже 11 сантиметров. То есть, всего мы отрезаем, отнимаем 4 подреза. Поняли, да? Обхват груди. Обхват груди плюс 2 обхвата рук и минус 4 подреза. Вот наш вот этот вот. Вот этот вот обхват чему равен? Ну, если его посчитать, я ради интереса сейчас посчитаю. 110 плюс 40 плюс 40 минус 44. Получаем 234 сантиметра. Да, 110 плюс 40 плюс 40 минус 11 минус 11 минус 11. Да что это такое? Вот я напосчитала. 110 плюс 40 плюс 40 минус 11 минус 11 минус 11 минус 11 минус 11. 146. Вот. Потому что, думаю, я на себе замеряю. У меня вот это расстояние на себе 150. Вот, пожалуйста. Поняли, да? На себе как замерить? Я вам сказала. Подходите к зеркалу. Ставите руки ниже бедер. Вот прям. Где попа заканчивается? Вот прям на низ туда ставите, чтобы у вас немножечко... Вы же ходите, у вас же ручки немножечко расширенные. У вас вот так вот получится вот такая фигура. И замеряете. Пусть вас человек замерит на высоту вашей... На высоту вашей кокетки. Ну, я, как правило, по центральным частям груди себя замеряю. Вот. Муж подходит, я ему говорю, горизонтально замерь меня вот в этом месте. Показываю ему. И он меня замеряет. У меня 150 сантиметров. Добрый вечер, роли. Непонятно, почему 4 раза по 11 сантиметров. Давайте объяснять. Смотрите. Рука одна. Это раз. Людмила, если вы поймете, сразу напишите, что поняли. Смотрите. Рука 40 сантиметров. Раз. Рука 40 сантиметров. Два. Обхват груди 110 сантиметров. Три. Да? Вот эти мы все три данных приплюсовываем. Почему отнимаем 4 раза по 11? Когда мы замеряем с вами руку, обхват руки. 40 сантиметров. У нас вот эта ширина входит в этот обхват? Вот в этот маленький обхват. Ширина вот эта входит? Конечно, входит. Правильно? Один раз 11 сантиметров. На второй руке у нас вот эта вот ширина подмышки, когда мы замеряем руку, входит туда. Конечно, вы же не от сих до сих замеряете руку, а вы в круговую руку замеряете. Значит, и вот этот 11 сантиметров входит. Второй раз 11. Почему еще два раза 11? Вот у нас обхват груди, который мы взяли с вами в расчет. Когда мы с вами замеряем грудь, мы же подмышкой сантиметровой ленты у нас и с этой стороны, и с этой стороны тоже проходят. Мы же в круговую себя замеряем. Значит, и раз 11 сантиметров, и еще раз 11 сантиметров мы еще отнимаем. То есть мы берем вот эти шарики, шарики, в эти шарики, вот в эти шарики, когда мы их замеряем, 11 сантиметров входит аж 4 раза. Раз, два, и в тело 3-4. Понятно? Поэтому и 4 раза. Людмила, вам понятно? Вы мне не написали? Я жду вашего. Если непонятно, напишите еще раз, что нет, то ли непонятно. Все понятно. Вот, вот и все. И получили мы с вами, там мне девочки написали 156. Давайте еще раз проверю. 110 плюс 40, плюс 40, минус 11, минус 11, минус 11, минус 11. 146 сантиметров. Вот. 146 сантиметров, вот это моя вся штука. 146 см. Моя. На себе я замеряю, на теле 150. Вот. Так. Значит, что мы дальше выяснили? Мы с вами выяснили высота. Мы с вами выяснили вот эту всю 146. Ну, я поделю пополам, значит, мы будем же с вами переднюю часть и спинку отдельно делать. 146 делим пополам, это будет 73 сантиметра. Вот так поставлю. Вот. Да? Вот. И у нас вот есть вот это, только не это, а вот так вот горловину мы замеряем. Тоже так же, да? Ну, например, это... Ой, ну сколько у меня будет? Сейчас буду мерить. Девчонки, не помню на память, сколько у меня может теоретически даже быть эта штука. Чтобы где сантиметровую ленту найти. Сейчас только была рядышком. Сейчас прям на себе вы берете и смотрите, где у вас должна быть... А вот же у меня есть изделие, можно было по изделию посчитать. Вот я глупая. Ну, у меня, предположим, это уже мы полностью обхват считаем. Мы не ширину считаем, вот так вот, как я сейчас стрелочкой указала. Не ширину нашего выреза, а полностью круг замеряем. Полностью круг у меня, ну, пусть будет, ну, пусть будет 58 сантиметров. Нормальный такой круг. Вот, вот это 58 сантиметров. И получается, сейчас опять будем рисовать. Так, где у нас тут что есть? Сейчас нарисуем. И получается, у нас три есть данных. Вот у нас есть круг маленький. Маленький круг. Давайте по кругам пойдем. Ладно, не буду я половину кругов делать. 58 сантиметров. Это полностью вот этот окружность. Длина окружности. И у нас есть длина второй окружности. На протяжении от этой окружности отдаленной на 27 сантиметров. 27 сантиметров это длина кокетки. И вот вторая окружность. Вторая окружность у меня 146 сантиметров. То есть 58 было. После вывязывания кокетки мы должны перейти к 146 сантиметрам. То есть мы должны равномерно прибавить петли. Сколько петель? Петель 146 минус 58. 146 минус 58 получаем 88 сантиметров. Вот столько сантиметров нам нужно будет прибавить. Если у нас плотность, вообще беру на бум, 2 петли, 3 ряда условно, то 88 умножаем на 2, 176. Правильно считаю? 176, да. То нам надо прибавить 176 петель. 58 умножаем на 2. Смотрим, сколько у нас горловина была. А получаем 116, да? Да, 116 петель. Вот тут 116 петель. А тут надо получить 176 петель. 176 минус 116 получаем 60 петель. 60 петель мы должны прибавить равна радиальными прибавками. Слово радиальные прибавки. Многие не знают, что это такое. Радиальные прибавки. Сейчас уберу. 60 петель нам прибавить надо радиальными прибавками. Вот они, радиальные прибавки. Вот. Ну, то есть это вот прям классика жанра, да? То есть вот мы берем, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать и двенадцать по спинке условно. 24 прибавки заряд. Мы прибавили. Потом мы сколько-то сантиметров вяжем без прибавок. Снова прибавляем. Снова без прибавок. Снова прибавляем. И так далее. Оля, извини, наверное, висело. Повтори, пожалуйста, откуда взяли высоту кокетки 27 сантиметров. Оксана, я замерила на себе. От верхней точки шеи до низа, сколько я хочу кокетку. У меня кокетка, например, 27 сантиметров. То есть вот высота кокетки замеряется на вас лично. Какую вы хотите кокетку, такую вяжете. Хотите выше вяжете, хотите ниже вяжете. Ну, ее лучше пускать кокетку, саму кокетку нужно лучше пускать не ниже груди. Максимум на уровне груди можно выше сантиметра на три, на четыре, на пять. Вот, кокетка. Особенно, когда она у вас с узором идет, то ее вообще лучше на грудь не свисать, а делать выше. Тогда будет красиво грудь смотреться. И вот они, вот эти прибавки называются радиальные. По радиусу. Вот, радиальные прибавки. Да, вот. Вот они, радиальные. Вот они. И вот, таким образом они идут. Вот здесь у меня дырочками, их хорошо заметно. Дальше 60 петель надо прибавить. Ну, и как мы их будем прибавлять? Ну, например, вот на том изделии, который две петли в одном сантиметре. Да, там толщина нитки такая. Вот тут вот, даже не знаю сейчас, как вам предоставлять этот расчет. Здесь много теории есть. Во-первых, если у вас есть определенный узор, и у вас есть рапорты узора, то вам надо как-то вклинивать эти прибавки 60. Ну, вы уже знаете, вам надо 60 петель прибавить за всю линию. А там уже логика рассчитывайте. Вы можете эти 60 петель по регланным линиям прибавить, и получится вам вот кокетка в виде реглана. То есть реглан наш самый любимый. Вы можете это прибавить на 4 части поделить перед, и на 4 спинка, и прибавлять. Вы можете в одном ряду 4 петли по переду, 4 по спинке прибавить. В другом ряду 8 петель по переду, 8 по спинке. В третьем ряду 10 петель, 10 по спинке. То есть вот здесь методик великое множество. Великое множество. И каким образом вам прибавки делать, это решать вам. Сегодня я об этом вот говорить как бы не хотела, потому что, ну вот, ну вот надо думать. Разные бывают. Бывает жаккард. Вам надо в жаккард вписать, и вы уже там считаете, как вам лучше будет, да. Можно прям расписать весь на нашей табличке, пожалуйста, да, как я вам уже, злосчастная моя, как я ее называю, табличка. Вот в эту табличку можно все это внедрить, да, все ряды расписать. Сколько у нас там рядов? 27 сантиметров, а мы не посчитали. 27 на 3. 27 на 3. Это будет 81 сантиметр. Вот. 81 сантиметр выделить. Условно, да. Вот. Не 81 сантиметр, а 81 ряд на этой табличке. И сюда все вписывать. Вот за 81 ряд мне надо добавить 60 петель. И я начинаю, например, плясать. Я, например, ну вот у меня гладь. В глади я могу как хочу, так и распределять эти прибавки. Хочу дырочками, хочу незаметными прибавками. Как хочу, так и делаю. Вот. И могу делать, вот у меня как есть, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я 24 решила сделать. Я здесь тоже, кстати, рассчитывала в этой кокетке, сколько мне надо петель прибавить. И все это выходило. Я вот в этой кокетке я выходила из того, что у меня линии прибавок будут одни и те же. То есть видите, они ровненькие идут. Да, вот такие вот, ровненькие. Вот. То есть в одном и том же месте я буду прибавлять петли. Понятно, что между этими петлями у меня расстояние всегда на одну петлю увеличивается. Вот. А есть еще такая теория. Я боюсь ее вам говорить, потому как вы сейчас все начнете кинетесь ее делать, она не каждому подойдет. Очень много женщин с большой грудью. Очень много женщин с коротким телом. С короткой верхней частью тела. От подмышки до шеи. И эти стандартные, скажем, условия не всем подходят. Но могу сказать, что есть такая логика, когда мы начинаем плясать, например, вот от 6 петель. 6 петель прибавка, 6 петель прибавка, 6 петель прибавка. Потом мы отвязываем 6 рядов и делаем 7 петель прибавка, 7 петель прибавка, 7 петель прибавка. Отвязываем, помните, там 6 рядов отвязывали. Здесь мы отвязываем 7 рядов. И опять прибавка, 8 петель прибавка, 8 петель. После этого отвязываем 8 рядов. Снова прибавка, 9 петель прибавка, 9 петель. Отвязываем 9 рядов. Ну, поняли, да, логику? Такая логика есть. не всем подходит однозначно не всем здесь нужен расчет вот но рассчитать в принципе можно подойдет она к вам или нет или от скольки вот здесь вам начинать плясать это тоже можно рассчитать но это уже не тема сегодняшнего урока сегодня я вам просто хотела показать на логике что такое круглая кокетка потому что вижу что девочки что реглан что круглую кокетку не понимают смысла вообще вот этого вязания и пытаются все как бы под какие-то стандарты подвести а не всегда наше тело подходит под эти самые стандарты поэтому проще уже рассчитать на себя и один раз научиться и потом уже вы без этого жить не сможете будете такой же мозгоклейкой как и я рассчитывать все везде и всюду татьяна кузнецова оля извините не поняла а почему 60 петель надо прибавить ведь 146 на 2 это 292 петли а может быть я где-то и ошиблась запросто 58 на 2 116 петель 292 минус 116 176 или я что не так поняла возможно вы так и поняли просто я могла что-то где-то ошибиться я посчитала что у меня сто сорок шесть сантиметров так а я сколько на 2 умножала 88 сантиметров и на 2 умножала почему девочки почему я 88 на 2 умножала про его право 176 надо умножить на 2 правильно и потом 116 умножить на 2 и потом из одной части отнять другую часть и получится сколько петель надо прибавить да я скорее всего здесь ошиблась ольга а росток азиатский нет ирина ни в коем случае нет ну на кокетку подходит азиатский росток вот кокетка это тот случай когда азиатский росток подходит однако самый настоящий росток как в реглане сюда подходит как нельзя лучше вот у меня вот здесь вывязан росток регланный росток что значит регланный росток как сказать росток вырез горловины. Вырез горловины у меня вот здесь отвязан, как на реглане. То есть вырез горловины есть. Росток я здесь заменила, заменила как бы коррекцией на сутулость. То есть у меня росток вот здесь, так как у нас вот здесь нет петель плеча условно, хотя можно здесь тоже поплясать вот так вот, да, по плечам. Но я не плясала, я просто от горловины до горловины уже плясала здесь. То есть выплясывала горловину спинки, делала и горловину по переду углубила еще больше. Вот. А потом Когда вышла вот сюда, я уже начала вот эти вот мои, вот эти вот ленточки, резиночки, говорят о том, что здесь у меня укороты. Вот, я отсюда до сюда провязала, развернулась, провязала отсюда, развернулась, пошла сюда. То есть у меня 2, 4, 6, 8, 10 укороченных рядов. Вот, 10 укороченных рядов, я не знаю, здесь у меня плотность какая, но дает где-то 2-3 сантиметра ростка. Вот, пожалуйста. Я росток вывязала не азиатский, потому что азиатский, я вообще нигде его сейчас не использую. Хотя в круглой кокетке, повторюсь, его можно делать азиатским. Вот, я его сделала вот таким обычным. И как вы видите, потом, значит, я вам сейчас логику-то рассказала, рассказать-то рассказала, но вы же помните, что вот здесь мы рукава сразу не можем присобачить сюда, нам их надо вот так вот опустить. Правильно? Где наш рисунок? Где наш рисунок? Вот он, вот он, видите? То есть вы отвязали 27 сантиметров. У вас получилась вот такая горловина. Вы маркером отделяете петли вашего одного рукава, маркерами перед и спинку другого рукава. Выясняете, сколько у вас вот этот окат рукава, окат рукава, ну, сантиметров. Ой, боюсь тоже так говорить, это зависит от высоты кокетки. Здесь тоже я, видите, чем больше знаешь, тем больше боишься говорить, потому что ты скажешь, люди тебе поверят, а в каждом случае это строго индивидуально. Как считать, видите, в совместных проектах я вам рассказываю, как от рукава считать, как быть тому, кому, кто не в совместных проектах. Есть у меня видео, где я рассказываю. Короче, 27 сантиметров. Смотрите, где у вас по руке заканчивается эта цифра. Прямо подходите к зеркалу, вот 27 сантиметров, вот здесь по плечу, прям по плечу ведете. То есть у вас плечо идет вот так, вот так, и потом пошло вот так рука. Вот вы так ведете, тык, тык, и вот здесь вот у вас где-то 27 сантиметров закончились. Вот ваша подмышка. Подмышку можно поставить карандаш и вот так горизонтально, мысленно провести линию. И вот эта линия, вот от окончания вот этих 27 сантиметров по плечу и до рукава даст вам как раз вот этот окат рукава, который вы должны извязать укороченными рядами. То есть вы высчитываете его, вы высчитываете его в рядах, высчитываете петли вашего рукава и смотрите, что все петли рукава вы должны захватить в работу вот за столько рядов. И вот так вот укороченными рядами, рядами делаете. Ирина Химей пишет, пусть смотрит бесплатные полезности, там все есть. Да, 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 на ютубе полно таких роликов. А Татьяна Воробьева, Оля, рассказывайте, а мы подтянемся, не последний же совместник. Ой, боюсь, что последний. Боюсь, что последний. Что-то я, да, с регланом погорячилась. Так, дальше. Ну, вот. Понятно, я объяснила укороченные ряды вот здесь. Где же я вам показывала-то, как их делать? Я, знаете, я же сняла вам видео, выложила, и я забыла, как оно называется, где я это показываю. Поэтому важно смотреть все мои видео. Не от того, что мне что-то идет, не вообще теперь копейки не идет. Ну, нет, с Дзена маленько идет, могу, вру, да. С Дзена там немножечко идет на хлебушек. Вот. А вот на остальных площадках вы просто бесплатно смотрите. Я очень рада, что вы смотрите. Мне приятно делать вам полезно. Честно, искренно. Поэтому смотрите все видео, особенно с полезностями. Там вот действительно есть, как и укороченными рядами это все вывязывать. И полно разных, как это сказать-то, мастер-классов, где я это все тоже показываю. В общем, смотрите там. Вот. Все. Вывязываем укоротами сюда. Дальше. По спинке мы проходим дальше укоротами, чтобы у нас вот этой выточки не было. А по переду можно уже вот это не делать. То есть по переду мы только захватываем рукава и потом уже вяжем весь перед. А по спинке еще и вот так вот потом ходим. Как боросток наоборот, да. Вот. Ольга Владимировна. Оля, нужен еще совместный проект по японскому плечу сверху. Я понимаю, что вам нужен. Я уже боюсь совместный проект изводить. Светлана Кущенкова. Я научилась на ютубе и связала уже много джемперов. Ну супер, Светлана, супер. Вот. Ну все. Вроде по круглой кокетке. Я так думаю, что я вам все объяснила. Круглую кокетку мы с вами связали. Прибавки радиальные сделали. Повторюсь. Либо в жаккард мы их встраиваем у каждого. Разные жаккарды. По-разному будут ложиться прибавки. Либо мы их встраиваем увеличением рядов. Ну и здесь уже смотрим. И у кого какие руки. Вот прямые плечи у нас. Сначала нам надо много-много петель прибавить за половину кокетки. А за остальную половину кокетки уже поменьше. У кого наоборот пологие плечи, то нам можно вначале поменьше делать прибавок. Дальше почаще, почаще. У кого грудь большая, к концу почаще надо делать. То есть здесь уже надо отвязывать не одно изделие, чтобы понять, что вам хорошо. И какая логика мышления именно для вас подходит. Вот. Ну все, мои дорогие. По-моему, по круглой кокетке я вам теорию всю рассказала. Все мы с вами вникли во все. Вы поняли, что это три. Самое главное понять. Усеченные конусы три цилиндра. Все. Вот эти три цилиндра прибавахиваются в усеченный конус. Вот и все. Вот и вся логика. Вот она, наша круглая кокетка. Вот как. Какие эти конусы. В разрезе порезали наше тело. Вот так вот. И вот оно, пожалуйста. Татьяна Кузнецова. Оля, давайте реглан предпоследний. Еще СП по вточному рукаву. Уверена, вы нам дадите то, что надо. А то пока хорошего видео не нашла. Девочки, давайте все новые СП отложим до Нового года. Да, я решу девочки сама, что и как быть. Вот. Такие дела. Так что, бежите с удовольствием. Ну что, будем прощаться? Я понимаю, Татьяна, что вы просто просите. Спасибо вам большое. Вы просто высказываете свои пожелания. И это тоже правильно. Я должна иметь обратную связь. Вы должны высказывать свои пожелания. Нет, вы никому ничего не должны. Просто вы можете высказать свои пожелания. Да, я уже решу. Я буду знать, что вам нужно. Во всяком случае, если ваше желание совпадет с моим желанием, то тогда совместненько быть. Ирина Химей. Оля, а на какие фигуры эти изделия хорошо садятся? У меня вот фигура яблока. Так совсем некрасиво. Я не думаю, что некрасиво. Можно свободу облиганий побольше взять. Валентина Исакова. Оля, спасибо вам, что вы нас учите. Ирина Архипова. Спасибо большое. Сила и терпение с нами. Спасибо вам большое, девочки. Оксана Якимова. Оля, я у коротыми вязала рукава. Вышла на тело. А как подцепить подрезы? Как подцепить подрезы? Вы у коротыми связали рукава. Все. У вас рукава связаны. Вы прибавляете петли подреза. Сколько там у вас их будет? 20, 20, 16, 16. Прибавляете петли, как в реглане. Прибавляем петли подрезом. Прибавили петли и вышли на рукав. Вяжете дальше. То же самое потом здесь. Если вы сначала тело вяжете, то сначала тело. Прибавили. У вас же вот это вот отдельно. Вы вот сюда вот условно. Вы вот эту часть. Сейчас покажу. Черный. Вот. Вы вот эту всю часть, когда отвязали кокетку. Пусть она у вас с вывязанными укоротыми рукавами. Все нормально. Просто вы вот так вот ее делите на три части. И делите вы ее. Вот ваши петли, которые у вас на спице. А здесь у вас пустота. Вы добираете вот эти петли. Добираете. Все. И вяжете рукав в круговую. Либо тело. Вот отделили. Один рукав. Второй рукав. Маркеры вот здесь поставили. Четыре маркера. Два по переду, два по спинке. Добрали петли с этой стороны. То есть вы вот связали вот эту часть. Хоп. Пришли сюда. Здесь петли рукава. Сняли их на свободную спицу. На какую-нибудь. Или леску. Или нитку. Вот здесь набрали петли. Пришли сюда. Отсюда провязали сюда. Хоп. Пришли сюда. Петли рукава сняли на дополнительную леску. Здесь набрали петли необходимые подряды. И все. И вы замкнулись в круг. И вяжете кругом. Потом, когда вы вяжете рукава, вы вот это все у вас на леске есть. Вы вот отсюда уже добрали петли подреза, которые у вас уже вот здесь вот есть прямой линией. И связали один рукав. Потом берете петли второго рукава. Добрали петли подреза. И вяжете дальше. Вот как-то так. Антонина Васькова. Оля вязала кокетку. Первый раз не делала укороченные ряды. Получились волны на спинке. Или неправильно посчитала ряды. Волны на спинке это из-за того, что не делали укороченные ряды. Это однозначно. Ну, не однозначно. Не однозначно. Однозначно вообще говорить нельзя. Потому что разные фигуры, по-разному все ложится. Но мое мнение такое, что из-за того, что не вывязаны вот эти укороченные ряды по спинке, то вот из-за этого спинка иногда в кокетке волдырится. Скорее всего. Ирина Химей. Ну как, все понятно и полезно. Любовь хреновая. Ольга, спасибо вам за урок. Оля, если неравномерно делать прибавки сначала чаще, затем реже, рисунок-то дырочки нарушатся. Согласна. Татьяна, прежде чем выбирать рисунок нашего изделия, мы должны понимать, как в такой рисунок встроить наши петли. Будет ли у нас рисунок вот так вот равномерный или нет? Нам хочется чего? Это мы все выясняем в начале. Нам хочется вот таких красивых лучиков. Если таких красивых лучиков, то тогда делаем равномерные прибавки. Если нам наоборот надо скрыть, просто гладью связать, то нам уже не важно вот эти лучики. Мы их делаем тогда неравномерными прибавками. Причем раскидываем по телу, чтобы их было как можно менее незаметно. Вот, то есть, конечно, здесь мы уже смотрим. А вы имеете в виду, что если мы в одном ряду сделали прибавки, потом наряд больше, наряд больше, наряд больше, ну да, у вас расстояние просто между дырочками увеличивается. Это очень красиво смотрится. То есть сначала у меня же вот, у меня здесь, наверное, примерно одинаковое количество рядов. То есть у меня лучики-то по ширине-то они тоже вот так расходятся, да, прибавок все больше и больше и больше становится. А количество не изменяется. Вот, а в рядах-то их все длиннее и длиннее. И когда дырочки, они у вас очень красиво будут смотреться. А если вот так вот, ну, в дырочках, да, нет, не будет смотреться хорошо. Ну, хотя здесь тоже можно выйти. Если вам надо делать красиво дырочки, вы делаете дырочки. А если вам в этом месте прибавка не нужна была, вот вы накид сделали, через две петли сделаете две вместе. У вас и накид есть, то есть дырочка сохраняется, да, и в то же время не прибавилось количество петель. Здесь нужно все варьировать от узора. Ирина Архипова, сейчас пересмотрю, чтобы понять про укороченные ряды по рукавам. Ну, сегодня все это в теории. Татьяна Шахмата, Воленко, все доступно и понятно донесли до нас. Спасибо большое, я рада, что вам понравилось. Светлана Кущенкова, а я на спинку делала меньше петель, а на перед больше и волн нет. А как вы дальше выходили? То есть я понимаю, когда вы вот дойдете до сюда, а дальше у вас на спинке 60 петель, а по переду 80. У вас идет перекос в сторону спинки, у вас же тело-то по переду и по спинке. Если живота нет, то он примерно одинаковый. А если живот есть, да, это выход из положения. Это да. Здесь, видите, все, все очень, очень, как это сказать, очень сложно, потому что все зависит от фигуры. И то, что одному хорошо, другому будет очень плохо. Пожалуйста, девочки, пожалуйста. А запись будет, да, первую запись я поставила, не знаю, сохранилась или не сохранилась первая часть. А вторая, да, будет, ну, будет, если разрешит платформа. Татьяна Воробьева, нет, когда прямые плечи. А что там было, Татьяна, когда прямые плечи? А, когда прямые плечи, прибавки, ну, там и узором варьировать, смотреть, какой узор сюда включи. Может, тогда только гладью вязать или жаккардом, или еще чем-нибудь. Ну да, здесь уже надо смотреть, здесь уже плясать от фигуры. Не на каждую фигуру каждый рисунок подойдет, да. Если вы хотите круглую кокетку, то нужно понимать, что вот, ну да, я круглую кокетку хочу, но мне вот только гладью, наверное, подойдет. Если не гладью, то тоже извращаться так же, да. То есть делайте равномерные прибавки какие-то. Ну, если это дырочки, дырочками. А зачем дырочками? Не всем же дырочкам надо. Вы же делаете, можете прибавки-то делать и не дырочками, а незаметно их делать. И вообще все будет отлично. Ну, а дырочки, ну, да, смотреть. Оксана Кимова, огромное спасибо. Очень хотела давно связать кокетку и спицами, и крючком. Не было у меня этой информации, из-за пузырей три кокетки распустила. Ну, мы все учимся, мы все учимся. Ирина Потенкина. Оля, спасибо за объяснение. Для меня вязание кокетки было большой загадкой в сравнении с другими техниками. Девочки, круглая кокетка – это тот же самый реглан. Это тот же самый реглан. Ну, как вы, вот кто сейчас на совместнике, тот, конечно, понимает, что реглан – это не такая простая штука, как всем кажется. Делаешь прибавки в каждом втором ряду, или в каждом четвертом, или в каждом третьем, да, и мысли нету. Оказывается, у каждого разный расчет, и к каждому человеку разный подход. Так что да, все мы разные. Вот. Вот я, видите, здесь тоже вышла. Только у меня на этой, видно вам, не видно, вот эти вот укороченные ряды. У меня и по переду они, и по спинке. То есть я выходила и по переду, и по спинке. Вот такие укороты делала. Вот. И по рукавам, соответственно, тоже. Ну, будет распускаться. Это вот как раз наглядный пример. Специально не распускала, потому что думаю, что может быть, кому-то пригодится. Видите, пригодилась. Татьяна Литвинова. Оля, от 40 сантиметров отнять 10 процентов будет 4 сантиметра, а не 11. А зачем нам от 40 отнимать 10 процентов? А кто сказал, что у нас подрез 10 процентов? Кто так придумал? У нас 40 сантиметров – это обхват руки. 11 сантиметров – это наша подмышка. Я вам говорю, вот наша подмышка. Вот. Это 11 сантиметров. Зачем 10 процентов отсюда отнимать? 40 сантиметров – это наш обхват руки. 11 – это не 10 процентов. Это ширина нашей подмышки. Она может быть у всех разной. Руки могут быть у всех 40, а ширина вот эта может быть разная. Вот. Замеряем. Берем. Вот наша подмышка. Вот наше тело. А вот подмышка. Вот рука. Вставляем сантиметровую ленту. Вот так, чтобы она вот здесь не торчала. Другим пальчиком вот здесь замеряем. Вытаскиваем 11 сантиметров. Ширина нашей подмышки. Вот ширина, максимальная ширина подреза. Этот подрез, если у вас глубина, если у вас высота регланной линии опускается ниже, подмышку можно уменьшать. Петли подмышки можно уменьшать. Вот и все. Никаких 10 процентов здесь быть не может. И я про них не говорила. Ирина, Ирина, как по-вашему подойдет круглая кокетка на покатой пречи? Не знаю, девочки. Я не знаю. Я не дизайнер ни разу. Не конструктор ни разу. И не стилист ни разу. Поэтому ко мне такие вопросы не задавайте. Я не знаю, кому и что подходит. Каким фигурам что подходит, что не подходит. Я делаю методом тыка. Понравилась мне модель, я ее вяжу. Вяжу, смотрю. Не нравится мне, как сидит круглая кокетка. У меня и плечи вроде нормальные. У меня фигура достаточно стандартная. Но мне не нравится, как на мне сидит. А вторая такая же женщина, такая же какая-нибудь Оля Курунова по фигуре один в один и по размерам и по всему. Вот мое изделие сейчас возьмет вот это вот с моей же фигурой, с моей же шириной там условной и грудями, и попами, и всем на свете. Наденет на себя и скажет, блин, я такой вещей всю жизнь мечтала. Мы две одинаковые условно. Одной нравится, другой не нравится. Вот только так. Татьяна Кузнецова. Вязание это алгебра и геометрия. Вспоминаем школу. Это точно. Я даже не спорю. Это же конструкция все. Конструкция. Конструирование. Ирина Архипова. Еще какая математика? Да, еще здесь геометрия и начертательная геометрия. Причем, да, мы с вами вот сегодня вот это вот. Мы же отрезали тело. Все, это начерталка пошла. А росток. Это же вообще начертательная геометрия. Татьяна Воробьева. Оля, на себе не могли бы показать сейчас? Очень наглядно было бы, извините за просьбу. А 40 сантиметров обхат руки, это немного? Нет, это немного. Абсолютно немного. У меня без свободы облегания, то есть я сейчас на себе не смогу, потому что мне надо перекидывать камеру, а камеру в прямом эфире не перекинешь. То есть это бицепс, например. Бицепс это то, что у нас вот здесь, вот на плече, да. Вот я замеряю бицепс. У меня бицепс, девочки, 38 сантиметров. 38 сантиметров. Ну, это сейчас не бицепс, да. Вот, 38 сантиметров. Я беру 40 сантиметров обхват руки. То есть у нас половина, у меня вот здесь даже, наверное, больше, чем 40. Вот мой рукав, вот мой рукав. И он у меня, ну вот, да, 19 сантиметров. 38 сантиметров у меня вот это вот. Ну, 19 плюс 19. Обхват руки в круговую 38 взят. 40 я на бум взяла. Немного. Не надо придираться к этим цифрам. Это вообще на бум я просто взяла, что, ну, пусть будет 40. Берите 25. Я не знаю, сколько у вас обхват руки. Я говорю, что вот здесь вы к обхвату груди прибавляете 10% и высчитываете, да. 100 плюс 10 получается 110. Обхват руки у меня 36 сантиметров, например. 36 плюс 3,6 будет 39,6. Ну, вот я точно взяла 40 сантиметров. Что вам не нравится? Вот мой обхват руки 36 сантиметров в районе бицепса. Все нормально. Ничего не много. Ольга, давайте все, что можно в личку, пишите в личку друг другу. Здесь не надо засорять чат такими сообщениями. Если вы хотите кому-то написать, не надо спрашивать, можно или не можно. Просто берете и пишите. Оксана Якимова. Оля, а разве 11 сантиметров не входит в обхват руки 40 сантиметров? Входит. Ведь если к 40 сантиметров добавить подрез, не надо добавлять к нему подрез. Вы уже куда-то в лес пошли. Вот ваши 40 сантиметров. В них входит вот этот подрез. Ну, как не входит? Ну, включайте логику. Девочки, вот ваша рука. Вот ваша рука, вот ваша подмышка. Вы замеряете руку в районе подмышки. Ну, вот вы замерили руку. Вот. Ну, вы же ее замерили с учетом, вот, подрез-то это вот, вот эта часть. Вы же ее с учетом подреза замерили. И 40 сантиметров в обхвате, это уже с учетом подреза. 11 сантиметров в 40 входит. И здесь 11 сантиметров в 110. Два раза входит сюда и сюда. Конечно, входит. В обхват входит. Мы их отнимаем от этой. Тогда получаем вот эту вот. Вот эту нам надо. Вот. Вот у нас есть один кружок. Вот у нас есть другой кружок. И вот у нас есть третий кружок. Вот так. И вот из этих всех трех кружков мы отнимаем 4 подреза. С одного кружка отняли один. С большого кружка отняли два. И с третьего кружка отняли один. Все. Девочки, не путайте сами себя. Не будет обхват 51. Обхват 40. Включай подрез. Татьяна Кузнецова. Нам надо внимательно смотреть и слушать видео без спешки. С повторами, паузами. Воля, вы все даете понятно. Слушайте. Ну, просто уже кто-то, уже голова просто кипит у всех. Поэтому я говорю, уроки должны быть 45 минут. Поэтому за 45 минут мы еще что-то выясняем. Когда больше уже ничего не выясняем. Девочки, не бесите, Ольгу. Нет, нет, вы меня не бесите, девочки. Не бесите. Слово бесите от слова бес. Я не хочу, чтобы вам не был бес, поэтому вы меня не бесите. Это я так раздраженно говорю. Когда я вот так начинаю говорить, люди сразу включают. Точно, все. Все понял. Все понял. Только для этого не думайте. Нет, нет. Никто не бесит. Ни в коем разе. Задавайте вопросы. Оксана, я объяснила. Вот, я когда начинаю таким эмоционально так рассказывать, то все уже становится на полочке. Ну что, мои дорогие друзья, все, прощаемся. Вам урок этот был сегодня полезен. Скажите, пожалуйста, вы сегодня почерпнули какую-то важную информацию с нашего урока, чтобы мне уже знать, что да или фигня, все, больше так не делайте. Как мне тут некоторые вопросы задают. А почему вы это в прямом эфире ведете? А не могли бы вы это записать в видео? А почему? А вот я не люблю прямые эфиры и прочее, прочее. И я такая, да. Я наоборот прямой эфир, что есть обратная связь. Я сразу вижу ваши вопросы. Вот сейчас Оксана бы сделала 51 сантиметр руку и пролетела бы. А задала вопрос в прямом эфире. Тут же сразу объяснили, все встало на свои места. Вот, все, девочки. Огромное вам спасибо за обратную связь. Я вижу, что для вас это было понятно. Самое главное, видите, вот вы говорите, расчет, расчет. Расчет, это не важно. Важно логику понять. Логику именно того изделия, на которое мы вяжем. А там уже, когда вы логику поняли, вы сами будете вязать. И никто у вас эту логику не отберет. Ни Оля Курунова, ни Вася Пупкин, никто другой. То есть вам не придется ходить по совместным проектам, по каким-то этим. Вы сами их можете создавать. Потому что вы поймали эту вот изюминку, понимаете? И я и веду к тому, чтобы каждый из вас смог сам составить не только с моей помощью, а уже без моей помощи. И уже, несмотря ни какие видео, вы уже поймете и все. Ирина Каримова. Крючком круглая кокетка, принцип такой же. Абсолютно такой же. Только там плотность будет другая и все. Особенно об укоротах на кокетке. Ну вот, видите, все. Когда все разъясняешь, все рисуешь на рисунках, вот они укороты. Ну вот, пожалуйста, их же видно, да? Сделайте без укорота, прицепите сюда рукав, ну и ходите вот так вот, как, я не знаю, как солдатик, руки в стороны. И вот так вот ходите. А если вы ручки вот так опускаете, у вас, вот у вас сколько здесь полотна не хватает. А здесь-то его получается настолько же лишнего. И вот оно у вас волдыри. Особенно по спине. Здесь-то еще грудь немножечко зацепит, а спина так и останется. Оля, я бывший педагог математики, с логикой тяжко по опыту и объемами. Да, ой, я сейчас про это много... Давайте, если хотите, мы с вами в четверг, у нас будет прямой эфир, вот мы там с вами про логику поговорим. Если придется, Татьяна, и зададите снова вопрос или просто скажете, Оля, вспоминай про логику, я могу про школу очень много сказать. У меня двое детей учились в школе и по разным программам, и мне есть что сказать про логику. И вообще, если у кого-то сейчас маленькие дети, девочки, если вы сейчас имеете маленьких детей, детей, внуков и прочих, развивайте логику с рождения у ребенка. С рождения. Сейчас очень многие родители забили на детей, я честно говорю, в прямом смысле. Все яж матери стали, с детьми вообще никто не занимается, на садик, на школу все накидали. А делают такие вещи, необратимые для детской, для детского развития, которые потом никто и никогда не сделает. Вот, поэтому, девочки, мои дорогие, мои родные, если среди вас есть мамы и бабушки, пожалуйста, развивайте логику у ребенка. Сейчас столько информации на развитие логики, сейчас есть столько книг, и они недорогие. Посмотрите на Вайлберрис, на Озоне, не упускайте своих маленьких деток. Вот прям с рождения, с годика, с двух начинайте с ними заниматься, согласно возрасту. В логика это самое главное в обучении детей. Вообще обучение человека. Вот даже сейчас вот взрослые люди, очень много людей без логики. Они не понимают вот этого. У них нету вот, надо развивать, надо. И это трудно, это тяжело, но это надо. В общем, все. Ну, сегодняшний урок, раз я учитель, то я вот вам, видите, как. Так что вот. Ну, все, мои дорогие друзья, зацепили вы меня. Продолжим в четверг про логику. Много есть, что сказать. Даже книги могу показать, которыми занималась со своими детьми. И самое интересное, ладно, в пять минут, да, расслабимся маленько, а то я сейчас тоже еще пойду дальше работать. Самое интересное, когда у меня рос первый ребенок, мы тоже с ним с рождения занимались этим всем. И книжка, по логике у меня маленькая книжечка такая есть, брошюр, толстый, с жесткими, жесткими, как их называют, обложками. Вот. И мы с ним эту книжку штудировали перед первым классом. То есть с пяти, пять, шесть, семь лет. Вот пять, шесть, нет, шести лет он в школу пошел, пять, шесть лет. Вот. А когда родился второй ребенок, дочка моя, эту книгу мы с ней штудировали в два, три, четыре года. Не поверите. И она все как орешки щелкала вот в это время. То есть сын чуть позже, дочь чуть раньше. Второй ребенок всегда развитее, чем первый. Хоть вы что говорите мне. И это не от характера или возможности ребенка зависит. Это от того, что младший ребенок развивается у старшего ребенка. Ну все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого-самого доброго, спокойного, мирного. Будьте здоровы. Это самое главное. Берегите себя, своих близких. И пусть у вас все будет хорошо. Ну а я с вами буду прощаться. До скорых встреч. И пока-пока. Всем пока.